Всем привет! С вами Ченд, и на заднем фоне уже рожет Снежка. Вот, у нас сегодня новый выпуск супер-жены. Знаете, что самое интересное? Вот Снежка в основном очень спокойная и скромная девочка, но с Чендом мне открываются очень большие таланты, и когда нужно размешми меня, да? Размешми меня, размешмил? Размешмил. Это наш диалект. Ну что, супер-женщина, либо супер-жена, называйте как хотите, суть не меняется. У нас сегодня вторая мадам, которая, в общем-то, работает, мужчина дома, то есть там поменялись ролями, то есть он там дома, не помню, с ребенком или нет, ну, короче, занимается домашним бытом, а женщина зарабатывает. Как это будет, узнаем прямо сейчас. Мы начинаем. В понеделок они побывали в гостях у Таня, которая переконна, что женщины должны напряжаться. Главное, быть красивой. Красота спасет мир, а всякие демокрышки его просто уничтожают. Поэтому я делаю людей красивее. Офигеть! Сегодня ж красуни вирушать у гостей до танцевницы Святланы. Еще на большей встрече вона шокувала девчат своей просунутістю. В ее родине у декреті человек. Як довго ви були в декрете? Я в нем не була. Муж сейчас сидит в декрете, можна сказати, да? Он занимается нашим ребенком. Это путь, который мы выбрали с мужем, поэтому я даже абсолютно не стесняюсь об этом рассказать. Я очень активна, поэтому он мне уступил эту роль. У меня это просто поразительно. Интересно будет посмотреть, как оно. По стереотипному состоянию и так далее, типа, окей, да. Но я хочу прям посмотреть. Мне интересно, типа, почему бы и нет? Особенно для тех, кто топит за равноправие и так далее, то просто поменялись ролями. Давайте посмотрим, как он. Ну, если там сейчас реально будет все классно, ты так посмотришь прям, и он там прям такой папа. Я скажу, окей. Вот прям вопросов нету. Хороший пример. Мне нравится. Несмотря на то, что там, типа, она работает, он дома. Самое главное, чтобы их это устраивало. А второе, посмотри, как это реально все у них, то, что они создали, как это все работает. Надо быть коррективным. Но я вообще себя очень комфортно чувствую. Супер. Моя позиция в жизни, она демократилась. Она действительно кайфовая. Этому действительно можно, наверное, позавидовать. А я Матю, наверное, завидую. Я не знаю, я настолько уверена в себе. Девчонки, вы все очень классные. Я хочу вас пригласить к себе в гости. Подготовьте кто-нибудь спортивное. Мне еще удастся вас чем-то удивить. А, типа, будьте тверкать дома. Не понимаю сильно ее семью. И тоже хочу посмотреть, как внутри. Давайте. Не знаю, какой-то муж. Может быть, ему это все и нравится. Я посмотрю, как они друг к другу относятся. Я посмотрю, как себя проявляет мужчина. Мужчина или он? Буду ждать. Я готова посоревноваться с соперниц для себя. Не увидела. Еще история, типа, я хочу видеть мужчина ли он. Ну, в стандартном, как она понимает, плане нет. Там точно должен быть какой-то другой по характеру мужичок. То есть, но... Ей нравится. Тут сейчас главное, реально ли нравится ему так. Если уже ему тоже так нравится, это уже прям полуспеха есть. Дальше, как они это все... Как они притирают сам и так далее. Короче, сейчас посмотрим. Привет. Меня зовут Света. Мне 34 года. И я лучшая попа одетая. Я супер-жена. Потому что я не только кручу попой, но и смогла закрутить свою жизнь так, как мне это комфортно. А муж очень поддерживает меня во всем. С мужем мы познакомились на дискотеке. Ты сам танцевала или что? Однозначно, конкретно. Танцы были, ну, просто партий, горячий секс. Я всегда любила танцевать. Я начала заниматься трипластикой. Впоследствии меня потянуло дальше на тверк. Я не только там, допустим, да, в одной сфере разлитая. То есть я многогранна. Почти каждый день я занимаюсь спортом. Хожу в тренажерный зал минимум три раза в неделю. Притом, будучи беременной, я работала вплоть до последнего месяца. У нас появился малыш. Макс, как ты умеешь танцевать? Давай, танцуй. Как ты умеешь? Покажи. Помнишь, как ты умеешь? Покажи. А малыш тоже твердо танцует? Опа! Нет! Естественно, долго сидеть я дома не смогла. Я очень активный человек. Мне нужен драйв. Я сказала, я хочу заниматься танцами, я хочу заниматься в зале. Мой муж ушел в дефект, и я считаю, это нормально. Он уже понимает, что если у нее получается, то я должен ее где-то уступить, потому что, ну, как бы дать ей прости дальше. Пойдем к маме? У нее получается лучше, короче, да? Да. Ну, подождите, ну, я вижу, малой ходит в садик. То есть уже по факту, пять дней в неделю он с утра там до... до обеда, до вечера он в садике. Что в это время делает он? Типа, я так понимаю, как... готовит дома, убирает, стирает, что-то такое, да? Сережа занимается всеми связанностями в доме. Вот прям интересно будет, вот прям тут, смотрите, очень даже. Угу. Вот прям аж необычно. Вот я так... Блин, на моей памяти, ну, это какие-то единичные случаи, когда мы прям такую пример уже видели. Рыба. О, мама любит, да, такую рыбку? Мне абсолютно несложно поддерживать дома в порядке. Стирка, уборка, готовить для своей семьи. Все у нашей мамочки самое вкусное, да, делаем? Я ему звоню, говорю, Сережа, все, я выхожу. Ну, в общем, ты знаешь, 100 грамм гречки, чернослив, яйцо. Я стараюсь делать все, чтобы моя семья, моя жена, мой ребенок были счастливы. Любимая, что сегодня на ужин? Твоя любимая семга. Ой, спасибо, мой, господи. Ну вот я пока смотрю, мне все нравится. С учетом, то есть, все поменяно полностью, сверст на голову, типа, а-ля в обязанность, ну, например, как у меня. Но она подошла, типа, его поблагодарила, там, что это, моя рыбка, ой, ммм. То есть, она поблагодарила за это. Он там, ну, вот прям вот, вот прям присраться пока вообще не к чему мне. Типа, он там убирает, готовит, стирает, ему это все нравится, она благодарит. Единственное, что прям, полностью сменены роли. Я очень много времени уделяю себе. Хожу в салоны красоты, занимаюсь собой, да, это ногти, прически, макияж, это... Ну, давайте посмотрим дальше. Я ее полностью поддерживаю, потому что оно не делает ее хуже, оно делает ее только лучше. Я считаю, что секрет женского счастья в умении договариваться со своим мужчиной. И я вас этому научу. Вот же в свой день Светлана призначила девчатам зустричные обиды, а на березе моря. Набидежная нема. Света попросила, когда гость приглашала взять что-то удобное, может быть, для зала, спортивное. Что-то будет связано с портом или с танцами, да, потому что она такая, позиционирует себя, как спортивную девочку. Пока Света очікує на конкуренток, нагадаю, что за всем спостерегатиме психолог Павло Ковальский. Адже наприкінці дня у него відбудется зустріч с Светланой. Привет, дорогие друзья! А что, еще будет тренировка типа? Я хочу вам показать, как живу я. Схоже, Светлана хочет начать с последнего критерия. Розповісти про свои заняття и досягнення. У меня приветствуется здоровый образ жизни с правильным питанием, спортом. Такой *** с такими ляхами. Я бы и не подумала, что она на ЗОШе. Давай я готова! Давай, давай! Я обожаю движения, я каждый день делаю зарядку. Поднимайте пяточку к ягодице, так, чтобы попочка хорошо почувствовала это напряжение. Это че, у них тренировка, да? Самые простые упражнения мне показались они совершенно тупыми. Приседания, руки туда, руки туда. И восстанавливаем дыхание. Вдох глубокий и выдох. Мне понравилось ощущение. Исценивают, конечно. Как будто там лишний грамм 300 ушло в море. Максимально некомфортно, холодно. Мне эта идея вообще не понравилась. Эту тему завела, походу. Схоже, Таня намагается откосить и відзанять, відволяячи Свету за питаннями про ее досягнение. У тебя какие достижения вообще? Что ты достигла? Пока что на данный момент я участвую в региональных соревнованиях по бодибилдингу. Мне всегда бодибилдеры женщины. Они составляются с бабой мужик. У них широкие плечи мужеподобные. Такая фигура. Пляшки ее, они показались как мои две ноги. То есть она их реально очень сильно перекачала. Ты не комплексуешь. Вот тебе комфортно в таком состоянии? Я очень горжусь своей фигурой, потому что мне делают множество комплиментов о том, что она нестандартно красивая. И я наоборот даже это покажу. В общем, нравится тебе нравится. Она такая маленькая обезьянка, накачанная. Такая как... Ну, короче, я не знаю, вот такая вот обезьянка. Полненькая. Блин, как сумоист какой-то. Мне кажется, это красиво и женственно. Света не даремно разогревала, девчонки. Адже гнучки, с тьим сегодня исчезла. Добойте. Мы намерзлись. Я надеялась, что она нас пригласит домой. И мы отогреемся, мы успокоимся, расслабимся. Не знаю, вот эта вот, она какая-то беспардонная, не подбирает слова, беспричинно... Ладно, сипота вела бы как-то себя неправильно, оскорблял бы тоже, ты ей в ответку бы дала. Вот у нее как будто так принято брать, оскорблять людей просто без повода, я не знаю. обесценивать чужой труд и тому подобное. Ну, это даже такое тело, я представляю, сколько-то нужно сил и энергии на это все потратить. Вот стать жирным были бы только бабки. Ну, типа, что он уже дохрена жрать всякого такого разного. Ну, это несложно. Хотя, блин, некоторым бывает тоже сложно вес набрать. Ну, принцип понял. А тут нужно было пахать и так далее. Ну, это здоровье все равно. Как минимум, чувствуешь себя получше. Когда у тебя ожирение, блин, как-то появляются и проблемы со здоровьичком. Я пожелаю девочек в твой зал. Собственно, это то место, где я потею. То место, где я провожу очень много своего времени. Было интересно показать им направление отверг, чтобы доказать им, что моя фигура в первую очередь сексуальна. То есть, никакого мужика в моей фигуре вообще не разглядишь. Пожалуйста, возьмите колготочки. Блин, у меня был легкий такой мандраж, что мои целлюлитные ляхи будут видны всем. Классно. все было очень хорошо. Даже Диана в принципе выглядела неплохо. Ну, мне так нельзя говорить даже Диана сушу. Плохая девочка. Света вышла к нам в шикарнейшем наряде. Хорошо. Похуйки видно. Он огнет, и там чуть ли не на тебя смотрит. Это жесть какая-то. Это не может не дать позитивный настрой, потому что это действительно прекрасно. Это заряжает, это вдохновляет. Она раскованно все чувствует, заводит, вовлекает. круто. У-у-у! Давай, жги, детка! Я реально с этим уник бьется ее задницу только в руку. Реально, я слышала эти хлопки, то есть у нее есть чем трусить. Ну, твердый. Слабочка такая красивая. Да, да, да. На это можно смотреть без кинейства. Давайте попробуем и мыть теперь. Да, да, да. Сейчас заставит нас так же самодрыгаться. Ты вид задали, яку правду про життя, Светлана. Она так и пришла к нему. Дресс-код? Что такое дресс-код? Никогда не слышала. На встречу с президентом? Легко. Раскрыт психолог Павло Ковальский. Сдаете, что у вас не кухон. Чего? Что, есть типа любовник, он сказал, да? Поехали. Раз, два, три, четыре. Я себя некомфортно чувствую. Мне кажется, что я голая и на меня смотрят как нахуй. Максимально резко мне выбрать компьютер. Когда она там вот эту попу назад, я стою в заднюю и слышу такой я говорю, Свет, все нормально как бы. Ты хрустишь, ты разваливаешься. Это не травматичная для поясницы. И шишца позвонка, ну, что ты? Подсказать, я скажу. Ну, Зося немного дурачилась, да, то есть там, о, у меня там спинка болит. Если почувствуешь резкие движения, то говори. А в смысле? Говори, то ты поломаешься. Пум, наверх, еще. Пум, очень гибкая. Я в дискотеках в свое время вся пухнула. Давай, давай, давай. Я тут не могу ту спину, Зося-то бедная спиной корячится. Зато Диана там утрыхалась нормально. Ну, там чуть ли не сейчас звезда была. Вроде у нее как-то съехал купальник, то мы ехали. А там вообще плохие, вообще плохие. Вообще. А если так на концерте или на корпоративе будет? Ну, это же надо как-то прикрыть, поскромнее быть. Короче, было страшно, если честно. Давай, потрястись, я меня в пол. Вот, 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 вот. Могу! Еще, еще, еще мне, пожалуйста. И теперь верхней с фопочкой. Давай, трусись. Давай, давай. Она рассказывала, что она 11 лет занималась танцами, но я как бы засомневалась в ее способности танцевальной. Не моя эта тема, точно. А у меня харизма, мне не надо булками трясти. Ну, плюс, конечно, внешние данные. Я считаю, что у меня охренительные внешние данные. У Светы этого нет. Просто я от природы талантливая, знаешь. Схоже, красуни геть втомились. Тож, у паузе поспешают відволікати сувору тренерку балочками. Как много ты зарабатываешь. 250 гривен занятия у меня стоит. Она сказала, что она дает индивидуальные занятия по 250 гривен. И вот на этот весь бюджет, я не думаю, что она может прокормить свою семью, потому что уже все. Что-то как-то не сильно много денег, да, 250 гривен. Все мы знаем, муж сидит дома, ни хрена не делает. Часто ты выступаешь в корпоративе, только по праздникам или на день рождения тебя тоже какие-то приглашают. Любые варианты рассматриваю, да, то есть, если мне это нравится, в первую очередь это должно мне нравиться. Ты сама танцуешь или с какими-то еще девочками? Здесь когда группа... сама. Я лично никогда... То есть, могу типа заказать какой-то частный танец? В жизни таким образом я не дорабатывала вертяж. Потому что сразу ну, ежику понятно, какие мысли у мужиков влезут в голову. Светик, бытует такое мнение, что многие танцовщицы, они в период привата могут согласиться на интимные отношения. Конечно, были варианты, и предлагают. Готов тебе столько-то там дать, давай там это самое, да, я не знаю, просто встретимся даже хотя бы, да, я не рассматриваю, я не рассматриваю, нет, нет. Конечно, наш *** как бы светит, кублички свои выставляют просто всем на показ. Конечно, они могли ей что-то предложить. Я воспринимаю это как комплимент. Блин, ну пойди ты, не знаю, продавцом поработай. Может, 10 тысяч гривен зарабатывать продавцом, ну не звездой же. Как муж реагирует на то, что все на тебя смотрят тупо как на сексуальный обед? Мой муж даже гордится этим. Он знает, что тебе предлагают. Да, ему все рассказывают. Смотри, интересно, смотри, этот чувак, да, что он хочет вообще, да, ну допустим, ну это нормально, да? Ух, есть давнительные отношения. Мы там вместе посмеялись. Ну ладно, посмеялись и посмеялись. Ладно, чтобы ты, деточка, не спала ни с кем, а так все нормально. Не терпится посмотреть на твоего мужа. Я думаю, дома я вас еще успею удивить. Давайте. Короче, там, наверное, муж 100% какой-то подкачанный красавчик, у которого у нас уже всех просто подякут слюни. Просто мы охренеем. Походжуся, будете вражем, але точно не его м'язами. Он там, наверное, наготовил, наубирал, да? Ещеочка. Веренький, здрасте, вашему дому. Заходите, заходите. Сейчас только выходит в фартушке, там дорогая, я приготовил. Обычная квартира, там, такой старый очень ремонт. Ребенок уже спит. Убита, на мой взгляд. Привет. Здрасте. Здрасте. Потанцевали? Голодали? Да. Семёжа. Здравствуйте, Диана. Уси, ты такая, а муж такой. Маленький, пузатенький, такой добренький. Я у меня, наверное, Винни-Буха напомнил. Ну, только борода его спасает. Вот, если бы не было бороды, то была бы, ну, женщина в халате, варющая борщ. Присаживайтесь, готовил он. Все по правильному питанию. Все по правильному питанию. Спасибо, дорогой. Присаживайтесь. А муж? Ну, видно по нему, что он более такой сдержанный, то есть он такой более спокойный, чем она. Ну, это, блин, это норма. Очень часто характеры двух половинок, они противоположны. То есть редко прям уживаются два подорванных характера ненормальных, психически больных человека. То есть часто бывает один более вспыльчивый, другой более спокойный, более покладистый. И неважно, это мужчина либо женщина, поменялись местами. То есть эта история, она очень популярна. Идеально выполнил свои обязанности. Смотри, он тут сомневался, б***ь, голодный уйдет. Я очень люблю много, когда блюд на столе. Ну, спасибо, что хоть это приготовили. Серенький, боже, а где же гречка? Ну, гречку я забыла. Ты приготовишь? Ну, и давай, я приготовлю. Сереженька, принеси то, Сереженька, подай это. По нему видно, он такой, максимально пассивный. Да, моя госпожа? Да, мой раб, выполни мой приказ. Светочка, а давай мы с тобой приготовим вместе? Вот мне очень хочется посмотреть. Ну, давай. Типа, та пойдет с ним поговорить, а мужика оставит для разговора. Ну, понятно. Легко, легко, На изи, на изи, Ладно, серенький, не будете нагружать. Пока Таня, Тадьяна, намагаются сразумить, что Света хочет трохи хозяйка, Зося влаштовала допыт справжнему хранителю домашнего гора. И вот некоторые так могут подумать, типа, блин, такая энергичная, активная женщина. Вот что она в нем нашла? Вот он, а вот так вот. Потому что вот энергичная женщина, она тоже понимает, что мне вот такой же дурной характер, как у меня, не подойдет. Мы не выживем. Мы просто, мы поубиваем друг друга. И вот она такая, вот мне вот такого вот, Сережа, да, подходит прям. Класс, не умничает, я работаю, дома, и все, она так говорит, мой пацан. Вот так это все. Сережа, вы меня сразу простите, может быть, я буду задавать какие-то не очень удобные вопросы. Мне кажется, что вы... Сережа так смотрит прям. Женой немного поменялись ролями. Когда муж идет дома и готовит, и убирает. Ну, как модель семьи, я такого не приемлю. Вообще. Она зеркальная, да. Вести домашнее хозяйство, в принципе, мне не тяжело, но я на самом деле за три года я уже подустал. И вам это приносит немного дискомфорт. Это мне приносит колоссальный дискомфорт. Мужчина хочет, чтобы его водили и вы гулять. Ну, как любая женщина. Вот, вы там дома убираете. Вы согласитесь, что просто вот сидя дома, убирая, постоянно там, следя за ребенком и так далее, ну, может крышу поехать. Ну, то есть нужно там какое-то саморазвечение, саморазвитие, выйти погулять, куда-то сходить. Вот, и он, наверное, же этого хочет. Он же тоже, как бы, должен не обделяться от этих вот прелестей жизни. Ну, для меня, прежде всего, счастье моей семьи, скажем так. Не могу рисковать нашим бытом ради своих каких-то амбиций. Когда женщина берет на себя роль мужчины, мужчина автоматически становится в роли женщины. Та ну, Зосю, не перебильшуй. Ты гречку ищешь, да? Да. Ну, я не гречку. Я не гречку. Я не гречку. Шатю ее, конечно. Это ненормально. Это женщина, которая должна быть владычицей этой квартиры. Она должна знать, где у нее каждая пылинка лежит. Схренали. Она сказала, что за всеми этими делами, в общем-то, занимается он. То есть он знает, где он поставил она для себя гречку. Третьих нюхай, думал, так, красотка, а давай-ка мы тебе проверочку такую сделаем. А где у тебя постная? Ааа. Постная будет? Здесь. Представляете, Сережа его переложил. Ну вот. А сколько стоит у тебя сковородок? Я три сковородки максимум, да, то есть больше мне не надо. Две нашли, а третья? Третья тоже. Должна быть. Убежала сковородка, убежала простыня, и подушка как лягушка ускакала. от меня. Это просто элементарщина. Или у тебя с памятью проблемы, или что? Или ты вообще квартирантка там, ты пришла кому-то в гости. Очень, блин, ладно, кадр переменял. ты не знаешь, где что лежит. Супер-женщина это не только... Вот тут я же скажу, а то как-то будет это неудобно говорить. Какого хрена вы к ней присрались? Она сказала, я вообще не занимаюсь бытом и так далее, этим занимается он. Знаете, я такой, представьте, пришли в гости бы ко мне, Андрей, а сколько у тебя сковородок? А я и... Сколько-то есть там? Ой, а как ты не знаешь, сколько у тебя сковородок? Моя задача её купить. Хорошую. Если надо несколько, будет несколько. Схренали бы присрались. Никто же бы не удивился, что человек не знает, какое количество у него сковородок. Ну нет. Почему здесь тогда удивляемся? Если она не занимается бытом вообще по определению, ни готовкой, ничем, она работает, и всё. Всем этим занимается мужик. Вы мужика позовите, он скажет, вот сковородка, вот масло-подсолнечное, вот оливковое, это приготовил вчера. Ну, тут уж поменено всё зеркально. Схрена ли вы её оцениваете по стандарту, если тут всё по зеркальному отображено? Это не только знание, сколько в моей квартире сковородок, да, то есть, я считаю, что это не глобальные вопросы для супер-женщины, да. Я как женщина, я знаю, что муж приходит уставший с работой, например, помогу бы мне сделать, например, чтобы его расслабить. Прекращаю, тут-то-то не будем, это... Ну, делайте для своей жизни. А что он сделает? Он сделает... Торнадо? Вортолёт? Ну, в интимном плане у нас, конечно, немножечко, за счёт того, что она очень много и долго занята, то есть, у нас это крайне редко. В смысле, крайне редко, как так, такая девочка, так прям орехенок, в смысле, может быть, к этому нам показывали, что у неё есть какой-то мужчина и она с кем-то другим, типа, спит, или что? Как это крайне редко? Неделю, да, хотелось бы чаще. Ещё у них там и на секс времени не хватает. А зачем вы живёте вместе? Как это? Вы же мужчина, подошёл, взял, всё. Нет, это ерунда полная, ну, секс в наших отношениях есть, но мы не ставим его на первую очередь. Слушайте, ну, может быть, когда-то давно Света, муж был ещё мужчиной? Прости, Света, ну, потому что сейчас я увидела, у него нет мощной энергетики мужской, в нём не чувствуется сержень какой-то. Скажи, такой прям стержень чувствуется, прям, ух, женский. Какая у нас занимается сейчас муж? Смотрю, просто у тебя ой, он такой грязный. Железная нажидачка и сода тебе в руки. Мочалочка, я тёрла, это вообще нефиг делать, это минута работы. Я не мастер, извините. Очень грязное полотенце, вот, для этого полотенца полностью антихозяйка. Она отпихивает то, что она не успела, подожди, не успела, но мы же все успеваем, мы тоже все очень занятые люди. Это кто говорит, мы все успеваем, это та говорит, которая дома нихрена тоже не готовит, ничего не делает, я вообще красилась, дорогой, у меня с раковины воняет. Вот обожаю, когда вот она езжает, а сама, что ты дома, вот, предыдущий выпуск был, что ты дома делаешь? Нихрена. Какого ты тогда берёшь и её пилишь? Это, знаете, тот случай, когда, блин, как это пословица, что в чужом дворе соринку замечаешь, а в своём глазу бревна не видишь, как-то, как-то так вот, да, эта пословица звучит, тут это прям оно. Все работы. Сейчас, подожди секундочку. Алло. Счастливый человек, вы ощущаетесь вы счастливы? Сказать, что я счастливый, эээ... Здесь сидел потухший человек мужского пола. По взгляду видно, это реально видно, прям, что он такой весь прям... Я хочу, чтобы было побольше свободного времени, да, для нас двоих. Времени для интимных моментов у нас остаётся всё меньше и меньше. И когда действительно этого хочется, а она не может, у неё там есть другое какое-то дело, то, к сожалению, да, я обижаюсь. Я услышала эту фразу, мне так понравилось, женщина – это ноликов, мужчина – это единичка. И если ты мужчину ставишь перед собой, это уже 10 единиц. Но когда он за тобой, это ноль один. Ну, как-то так. Мудрая думка, Зосю, что про это скажет сама Света? Серик. Вау, ничего себе. Ты тут подсказываешь, что нужно почаще, что-то будешь. Я знаю, что тебе всё нужно. Но было бы у меня это самое, но это... Было бы желание, время найдётся. Ой, я поспорю, не надо. Ссила того, что у меня очень много занятий, естественно, на сексуальные отношения отводится не так много времени. Я сказал, что нужно взять и затащить в ванную. И ***. Ебан. Это прям 42 года она такая прям засловно в караван не полезет. Прям. Скажет так скажет. Примени жёсткие меры. Прояви уже мужика, возьми за волосы и... Он что, ну, пошми? И дай ей! И знаешь, как он нравится? Чё вы это? Ой, время нету. Я вообще в шоке. Реально, люди. Он даже забыл, что он мужчина и что он... Да в конце концов, я хочу. Ну, ты моя жена или что? Давай, закрыл в туалете и сжахнул её. Прям... Прям такая вообще... Без комплекса. Нет, потому что всё, поменялись реально. Я представляю, как у меня эффекта просит. Ну, может, давай. Ну, давай сегодня. Ну, так хочется. Ну, очень хочется. Ну, пожалуйста. Серёж, ну, у тебя вот такая сексуальная жена... Прекращайте, пожалуйста, блин. Она у тебя постоянно танцует. Ты как, ревнуешь её вот кому-то, когда на неё смотрят? На её попу шикарно. Знаете, 11 лет нашей совместной жизни... А, они 10 лет вместе. Ё-о, ни хрена себе. Ого. В целом, я абсолютно к этому привык. Ну, это правда, действительно. Ему все говорят, что ему очень повезло, и как бы... Света, как бы мы... Не мне повезло, а это ему повезло. Своебразная работа. Вот когда Свечка танцует в клубе, там очень такая экстравагантная аудитория, которая приходит с определённой целью. И эти цели не всегда, как говорится, эстетически хр... Да, да, да. Или под столом. Для меня это не проблема. Есть очень много некультурных мужчин, которые делают некультурные предложения. Свете, неоднократно поступают такие предложения, и как ты на это реагируешь? Пол помыт. Да-да. Почистить трубы, да? А, ну это... Как ты на это реагируешь? Послушайте. Когда она будет приходить домой, скучать двери и там ещё там... Ну вот это другой разговор. Ну это нормально. Ну как? Ну где твоё достоинство? Ну подними ты его, достань, если оно у тебя хоть осталось в пятках. Покушайте. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Серёжа ушёл в садик за ребёнком, и тут мы остались девочками одни. Ну и... Пошёл разгар страстей. Незвычная модель семьи Светланы иначе червоная гончирка для инших девчат. Я вот в корне не согласна. У такой Серёжа закрытенький. Я прям, да, всё, мне там чё-то не кипит, всё. Я с твоим мужем поговорила, я не могу сказать, что он счастливый человек, мне кажется, что вы себе врёте. На каком основании Зося посчитала, что я несчастлива? Или он несчастлив, да? Я его спрашиваю, он говорит, да, есть небольшой дискомфорт из-за того, что я сейчас в такой ситуации, но ради жены, вот ей важно, я готов, ты-ты-ты-ты. И это уже длится там несколько лет. Если бы человеку было плохо, он, наверное, бы как-то мне сказал об этом. Роль мужика, да, добычек, роль женщины, всё, детей родилась, сидит, вяжет, вышивает, это вообще неинтересно в нашем мире сейчас. Это неинтересно, зайка. Это круто, когда твой мужчина учитывает то, как важно для тебя реализоваться, да? И ему даже это нравится, видеть себя реализованной. Он от этого тоже кайфует. У нас европейская команда из семьи, кто-то один работает, кто-то один с ребёнком сидит. Но они врут сами себе. То и удобно, она ходит, крутит на неё мужики, смотрит, она кайфует от этого. И этому удобно он ни хрена не делает. Он не чувствует себя мужчиной, чтобы подойти тебя взять и... Я не могу, извините. В смысле, не могу, это нет ничего? Как это не могу? Вот так. Ты не понимаешь, насколько я занята. Нужно, чтобы в первую очередь он нашёл себе работу. Да, он мужик работает, у него есть капуста, он хозяин, он король. Да, конечно, это уже будет другая совсем картинка. У тебя работа сейчас важнее, получается, чем... А как ты думаешь? Как ты думаешь? Не важно, что мы будем делать? Что мы будем делать? На что мы будем жить? В сутках 24 часа. Вы не можете найти 15 минут для секса? Доча со своей колокольни сказала, что секс должен быть как-то один день. Да, там, у неё просто эта тема... Я не думаю, что, типа, она сейчас скажет такая, я вообще секс не люблю и так далее. Очень сомневаюсь. Ну, знаете, тут, ну, появляются такие мысли. Не утверждения, а мысли. Типа, ты вроде бы такая, вот прям любишь такие все, то стрипластика, то твёрк. Ну, по идее, да, должно создаться такое мышление, что интимная, как бы, тебе близость должна быть очень даже интересна и близка. Ну, вроде бы, логическое, нормальное заключение. Но, ты, как бы, особо вообще не спишь со своим мужем. И это делаешь, как я понимаю, вообще даже если происходит не сильно-то и... Ну, нехотя. И тут появляется такая мысль, так, может, реально там всё-таки? Может быть, кто-то ещё есть? Какой-то там Аполлон. Очень какая-то забочная, действительно, и она старается это навязать всем. 15 минут для тебя нормальный секс? Ну, для здоровья поможет быть. Нет, ну, если я хочу, будет быстро, мы ку** извините, это кролики, они про это вообще. А секс 15 минут? Нет, мне надо там... 5 часов! С 5 до 10. Ну, блин, ну секс 15 минут, ну, я не знаю. Всё, это должно быть часа 4, это церемония вся, это вообще неправильно, это, блин, да хочется, прямо сейчас уже, это давай быстро 5 минут, и погнали дальше. Нету времени просто. Сейчас такая жизнь, что время очень дорого, нету времени по 4 часа раздюкливаться там, разлизываться. Ты себя по отношению к своему мужчине ведёшь эгоистично. Может быть, где-то в каких-то моментах я и выгляжу эгоистичной, да, но при этом он меня как любил, так и любит, и будет любить, я уверена, потому что такую, как я, любить просто невозможно. Скромность, блин, блин, больше обожаю. Я богиня. Ну, председатель уставший, ну фиг с ним, ну ляг тебе просто, смотри, понимаешь? А утром есть, по утрам, вот вы проснулись. Его просто априори, априори быть не может. Как это? Мы спим отдельно. Как? понятно кому такую идеальную семью все же опять эта история не сработало поменялись ролями думал может учат прямо можно будет пример взять но как оказалось немножечко все пошло по одному месту оцеток повар вообще капец что за фигня ну что за фигня я встаю на работу они еще спят я хочу чтобы они еще спят а он спит типа миссис простите за мой французский сыном я их не будила что нужно мужику затаре так это возьми ты в рот а то не подергай ему с утра согласно даже пять минут было бы хорошо хорошие советы по подергать на работу проснуться утром вместе полюбиться полоскаться ну так без этого вообще зачем вместе жить это что они как соседи живут получается подроби ци интимного життя светланы еще больше располагали цикавистью супер сейчас после почему типа вместе не живут по пряму лалы просто у спальни боже мой никто не просто почти тут спит он и ребенок я что-то не понял хочется и ход я не говори только хотела сказать да девочки это наша спальня речь о том что мужчина не счастлив в браке как мужчина и мне кажется что женщина как бы она она все равно должна для сохранения семьи уделить эти вот 15 минут на секс про инициативу я что не проявляю извини куда ходит эти как она ходит как она одевается на типа секс не любит вот прям вот правда вот появляется ощущение что что-то нам не договаривается что может быть там кто-то другой есть просто я не знаю девочки он меня хотеть не перестает потому что я для него идеальная женщина и он искать никого не хочет идеально это какой эгоистичная типа ты понимаешь ты чувака постоянно провоцируешь дразнишь но не даешь чё ты вытворяешь общитель на хрена ну она оказалась абсолютно равнодушна к этому по крайней мере с этим мужчина возможно кто-то у нее есть и на стороне все не думали что она сейчас там такая шагай любительница секса и тому подобное тут довольно я себе ходит по запад рванивать и пришла счастлива ну хорошо девочки мы не будем сейчас да сильно дискутировать потому что мне еще есть чем вас удивить я вас попрошу подождать потому что мне нужно сильно подготовить уже цветы появился какой-то супер мега сюрприз еще раздеться на голову это что у нас за начинается за фильм для взрослых я хотела сказать вам що працюю выкладачем англия я это моя профессия моя суперсила в том что я многогранна могу танцевать тверки могу заниматься бодибилдингом при этом я являюсь одним из лучших учителей английского в одессе это что занимает все мои дни я навчаю английский я ничего не понимала что она говорит ничего у меня много студентов и чтобы улучшить знания хочу провести тест у вас всех разные уровни я навыть не уверена че вы меня не понимаете но я хочу поговорить с вами и может что-то вивчу начнемо с базы мабыть с алфавитом мабыть с алфавитом мабыть с алфавитом мабыть эту женщину мабыть с алфавитом мабыть с алфавитом будь ласка расскажите про себя Конюх, расскажи об этом, говорю об английском типа уткнуть нас опять носом что кто не знает конюхо конечно там полный table Меня поразило, что Таня абсолютно не знает языка. У меня ухо горит. Походу, у меня кто-то ***. Я – очень хорошая женщина. У меня есть родина, двое сын. Таня не смотрела, я уже увидела, что я не понимаю. Давайте немного переведу. Хоть чуть-чуть. Чудово, ты говоришь англійською. Люблю тебя. Диана тоже неплохо со мной дискутировала. Немножко даже лучше, чем Зося. Все, что можно было, я ожидала. Но то, что ты училка – это просто на меня шок. Да, я работаю в компании. Я работала в университете 4 года. Многие, кто меня видит сейчас на каких-то корпоративах, где я выступаю, говорят, «Боже, это же моя училка с университета». Они в шоке. Я многих шокирую. Я это люблю. Я от этого кайфую. Я получаю от этого заряд эмоций. И действительно меня не станет. Я не знаю, почему. Зачем тебе секс, походу, не надо вообще. Я уже, наконец, ***. Он реально зарабатывает деньги. Я думала, танцы. Думаю, ну, наверное, вообще скудно, мало денег. Сколько там к ней ходит. А тут еще английский подъехал. Думают, так ***, ну вообще зашибись. Тут вообще я *** не строился. У нас осталось еще небольшое знакомство с моим малышом. Я надеюсь, что он вас примет, не будет стесняться. Самореализация, у нее реально все норм. С этим у нее проблем нет. Но у нее реально большие проблемы в ее семье. А вот про это, как наикраще, расскажет 100 ребенка с детинок. Здравствуйте. Привет, мой папа. Он еще маленький ребенок. Что вы от него по факту узнаете и так далее? Он еще вам много чего не расскажет. Приветики. Привет. А тебе сладости принесли. Сидит папа, сидит ребенок у него на коленях, а мама просто к нему вот так, знаешь, как чужая тетя, которая обращается к ребенку. Ну, я бы с ней так, к детям. А сколько времени ты проводишь с ребенком своим? Три часа в день, да, и все. Он в саду, да. Ты же не вкладываешь в него ничего. Папа пытается там что-то, да. Ну, папы мало одного папы, нужна и мама. А ты, блин, ты х*** трусишь, ты промахиваешь тупо его детство. Что ж, знайомство с незвычайным життям света добегает конца. Втим, она хочет показать девчатам еще одно свое улюбленное занятие. Серенький, еще хотела тебя кое-что сегодня еще попросить, да. Пусти нас, пожалуйста, с девчонками на дискотеку. Смотрите дальше. Чем еще Светлана приголомшит девчата. Ты меня сегодня просто убила на повал. Я была в шоке. Так что доведет ее до слез. Когда вам последний раз хотелось заниматься сексом человеком? Это проект Суперщинка. Сегодня девчата в гостях у Светланы. Именно сейчас они собрались на дискотеку. В таком виде? Через ванную. Можно и через ванную? Ну ладно. Я хотела показать девочкам, что я умею не только работать, но и отдыхать активно, да. Мы на дискотеке, да? Сечка, скажи, пожалуйста, вот твой муж, он вообще не против того, что ты посещаешь всегда эти дискотеки, танцуешь с девчонками? Ну нет, не против. Он понимает, что я это очень люблю. Я не пью, но тем не менее, как бы, да, я жгу. Просто прихожу, не пью, чисто на соль. Да, там близкие с утра до вечера, тверк, тем мало, еще надо пойти. И что-то еще мало, да, надо пойти догнаться. Ого! С мужем быть времени нет, а на дискотеку я уже пойду. Я была в шоке. Какая дискотека? Вон, муж, дед, дайся, ты на дискотеку. Ну ладно, пошли. Я тебе говорила, времени нету, да? Она сказала, что я не пью. Цветом сразу же ворвалась в этот танцпол, танцпол весь ее, она просто как рыба в воде. Держите меня с теми раз, прям. Пошла девка в класс. Мы спецпеженщины, не стоит забывать, что мы должны также отдыхать, находить время и на отдых, да? Это же полный ***. Я так понимаю, что она ходит с девочками там частенько на дисках какие-то. И несколько там можно мужиков найти. Она как бы эффектная девочка, ее видно сдалека. Ну, меня не поддерживаю. Либо вместе, либо вообще никак. Я считаю, что мне удалось им показать, да, такой энергичный, да, ритм жизни. Пожив со мной один день. Какой-то мужик танцует, да? Так, сочини, зараз вони сами скажут. Девчоночки, спасибо вам огромное за сегодняшний день. Расскажите мне, что вам понравилось, что не понравилось, да? Может, какие-то замечания, критерии. Мне очень интересно. Ой, ну скажу честно, ты меня сегодня просто убила на повал. Женские обязанности ты переложила на мужа. То, что тупо должна выполнять, она просто тупо скинула на мужа. Ну, какая это суперсила. Это борзота. Я бы тебе, конечно, хотела пожелать, чтобы ты подчеркнула для себя что-то из этого важного, сделала какие-то выводы и, наверное, распределила свое время как-то больше на семью, хотя бы чуть-чуть на семью. Супер-женщина, вот в моем понимании, вот как я, она должна быть универсальной. Она должна уметь делать все. За хозяйственные ставлю единицы, потому что это полная тупая хозяйственность. Гульки, танцы, это все круто. Но это все остается где-то, а с мужем вы будете всю жизнь вместе идти до конца. Конечно, конечно. Ты берешь, он много для тебя делает, но тоже давай тоже больше в ответ. Она выглядит сексуально, но при этом секса она не хочет и им практически не занимается. С мужем. 50 на 50. За отношения тебе ставлю 5 баллов. Окей. Танцы, ты умничка, конечно, это все не мое, но у тебя это замечательно получается. Спасибо огромное. За достижения я ставлю 6 баллов. Выше не поставлю, потому что я считаю, что вообще я должна все самые высокие цифры. Понятно. Поэтому я занижила, да? Судячи с баллов девчата не дуже высокой думки про Светланы не хозяйновойтесь, с тусунки Тадося. А что же ей скажет наш эксперт Павло Ковальский, который уважно следил за событиями сегодняшнего дня. Добрый день. Добрый день. Я учительница. Обычно я спрашиваю у людей, как и что. А тут мне придется отвечать на вопросы. Интересно, как же оно получится. Почему именно вы заслуживаете название супер-жинки? Я вмещаю в себе именно все те качества, которые имеет супер-женщина. Я разносторонняя. Я развиваюсь. Я прекрасная мама. Я преподаю танцы. Моя основная профессия – это преподаватель английского. В вашем жизни точно есть вы. Ваши желания, есть ваше життя, есть ваша активность, как вы говорите, развитие. Да. Только и нет единого в вашем жизни – человека. Ну, я могу вам паспорт предоставить, у меня он есть. Нет. Да, Юра, да, де-факто, нет. Когда вам последний раз хотелось заниматься сексом с человеком? На прошлой неделе. А до чего? Да что? Кому мы что должны? Вам выстачает секса в жизни? Да. А ваш человек говорит, что не выстачает? Глядя на меня, тут все понятно. Ему всегда, мне кажется, будет не хватать. А вы, смотря на него, думаете – да, но нет. Он стал мягким. Больше, да? Хотелось, может быть, где-то, чтобы он был более такой прорывной, напористый. Твердый, наполегливый человек – это все то, чего я не побачу в вашем человеке. Ну… От слова «зовсем». Она не даёт ему возможности проявить своего характера. Она забрала у него все возможности для этого и поставила себя на предоставку. Я в вашей родине вижу вас, и вы прям зерка. Ну, это плохо? Да. Почему? Потому что в родине есть еще минимум две люди. Это ваш человек и ваша дитина. Я не знаю, почему вы сказали, что у нас не идеальная семья. У нас нет проблем. Как это не идеальная? Понимаете? У вас нет. У вас нет. В том это мое питание. Еще раз. Вы говорите, у вас все нормально. Он говорит мало, что я себе думаю, что у вас есть любовь. Ага. Потому что ее нынешний партнер, той, за кем она живет, совсем ее не сбуджает. Она сама в этом винна. Она створила из своего человека срочный персонал. А вы своего человека любите? Конечно, люблю. Что вы делаете для того, чтобы он получил той стрижень, про который вы говорите? Я хочу сделать все. Ну, я стараюсь. Почему? Я со своей стороны все делаю. Для себя. У человека должны быть равны возможности в часе заниматься собой. Это не нормально, когда партнер кладет свое жизнь на успех другого. Чего хочет ваш человек? Я не знаю. Я не знаю. Сиди. Пить. Пить. Спокойно. Я хочу с тобой просто поговорить. Пожалуйста, только не бей. Спокойно. Сережа. Сегодня без рукоприкладство. Все, что он скажет, это нужно сделать. А не сказать, что нет, извините сейчас. Все, что тебе не нравится. Не слышать позицию своего человека. Закрывать очи. Сказать что-то в стиле. Ну ладно, разберемся. Да, все будет нормально. Потому что тогда у нее остается место сяять. А она же так любит быть первой. Для своих ученей, для тех, кто смотрит на нее на дискотеках и фестивалях. Но только не для человека. Я вас услышала, я все поняла. Доброе. И буду стараться. Спасибо Павлу за то, что открыл глаза. Мне это дало пищу для дальнейшей работы над отношениями. Если станет Светлана супер с женщиной, покажет финал. Где Павло проанализует каждую из наших участниц. А пока... Девочки, я вас завтра жду к тебе в гости. Ой, с нетерпением. Вот прям интересно будет. Я вас не собираюсь уже, извините. У меня другая цель. Я просто покажу вам, как живет счастливая женщина. Пока-пока. А где будете? Вже завтра. Що змусить конкуренток змінити свою думку про Зосю. Я вообще была... Крена себе, Зося, 42 года. В шоке. Кто не хочет этим показать? Свою превосходство. Вы ж... Типа, я видите, какая крутая. Зося, вот это ты. Я не удержалась. Ого. Ну, я понял. Ну, следующий выпуск будет тоже у нас таким прям горяченьким. Да? Угу. Ну, это уже будет в следующем выпуске. А вот здесь с радостью прочитаю ваши комментарии. Что скажете? Как вам? И до скорой встречи. Всем пока.